Сейчас начинаем. Шнурочек называется установочный пояс. Завязываем мы ему очень туго и так, чтобы сзади он у нас опирался вот на эти выступающие точки. Вам надо найти, не важно, ребенок, мужчина у вас или вы сами там, девочка какая-то, да, вы обязательно опускаете его как можно ниже. Потом поворачивайтесь боком к человеку, да, и устанавливайте его впереди таким образом, чтобы он был строго параллелен полу. То есть поведение вот этого шнурочка впереди вот такой или вот такой, это будет брак в работе, потому что параллельный шнурочек, он помогает нам понять осанку фигуры. Потому что определение осанки во время снятия мерочек это самое важное, самое главное. Все мерки снимаются в основном по правой стороне. Так, смотрим на камеру, ручки вот так, первая мерочка полуоклад груди. Снимается просто самая широкая часть сверху и делится пополам. Пишем 59. Никуда не затягивая ничего, снимаем мерочку талии. Пишем 51. Затем параллельно внизу с учетом выступа животика измеряем свою фигурку по самым широким участкам. С учетом выступа животика, смотрите, как я отодвинулась, да, чтобы я видела немножечко вот это вот расстояние, чтобы мне не обузить наши бедрышки внизу. 59 с половинкой запишем. Это наши бедра, ручки опускаем. А ледейку зачем мы делали? Отодвинулися животик, чтобы параллельно было, чтобы не перетягивало вот здесь. Смотрите, осанка обычная. Надо плечики опустить. Расслабиться. Хорошо. Вот здесь, если бы мы сняли, мы сняли бы косточку, мы бы увидели верхние уголочки подмышечных падин. Между ними, над грудными железами, по прямой, мы измеряем мерку ширина груди первая. У нас 39, пополам 19 с половиной записываем. Потом мы опускаем мысленно вот такой вот перпендикуляр и находим точечку, где у нас бюстгалтер начинается. Вот здесь, тут у нас косточка от лифчика еще, как правило, живет, да, ручку вперед. Обыкновенно, нет, опустить, вот так вот, все. Ручку опускаем. Фактически это расстояние тоже от проймы до проймы, но с учетом выступа грудных желез. Называется мерка ширина груди вторая. Делим пополам 52 с половинкой. И, наконец, меряем расстояние между центрами груди. Между центрами груди у нас здесь 10 с половинкой. 10 с половинкой. Поворачиваемся спинкой. Следующая строчка ширина спинки. Ширина спинки меряется между верхними уголочками подмышечных падин. И немножко сомневаемся в большую сторону. То есть 41, посмотрите, или 42. Я напишу 42, чтобы была как бы небольшая, ну, посадочка здесь, да, посадка по ширине спинки. 41, 21 напишем. 21. И смотрите, я длину изделия меряю всегда по боковому шву от талии, вот так вот, от талии вниз. Понятно? Длина может быть у нас и 17 сантиметров, если хотим, да? И можем сделать длину там 65 сантиметров, смотря какая вам длина нужна. Такую записываем. Понятно? То есть всегда меряем длину изделия от талии вниз, правым боком поворачиваемся к нашему оператору и работаем с рукой. Девочки, сначала мы меряем ширину плеча в новой строчке у нас. От основания шеи мы выбираем вот эту вот конечную точку плечика. Обычно это гуляет около 13 сантиметров. Нельзя плечики укорачивать, иначе мы будем, форма наша будет не очень хорошая. 13 я бы взяла. 13 это обычно среднее значение. Затем выбранную точку я вот так вот, видите, как взяла сантиметровую ленточку. И не надо руку как-то сгибать. Вот она висит и висит, как ей хочется. И мы записываем нужную нам длину. Например, 61 записали. Это длина рукава. Теперь ручку чуть-чуть приподнимаем и замеряем самую полную часть руки. У нас это 34 сантиметра. Вот здесь это называется обхват плеча. Затем я мерю ручку вот в этом вот месте, где мы мерочку рукава 3 четверти носим. У меня 25. Эта мерка называется ширина рукава внизу. Как правило, мы запястье не меряем, а меряем просто вот эту мерочку и все. И, наконец, самые наши вот эти вот балансовые мерки. Где это мое приспособление? Дайте, пожалуйста. У меня на тетрадке лежит. На тетрадке кусочек. Да, 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 да. Вот это все, да, да, да. Такой инструмент у нас есть, называется плечико. Устанавливаем наше плечико. Таким образом, чтобы его серединка проходила по серединке плеча, чтобы оно никуда не смещалось и не заваливалось. А это вы сами же летом? Ну, конечно, лет 40 назад. Теперь смотрим на талию. Смотрите, вот вам видно, Таня, вы сидите, да? Параллельно полушнурочек у нас идет на спинке. И как он здесь выглядит? Параллельно полу не задрался, не сместился никуда. Все хорошо. Тогда в этом состоянии меряем длину спины до талии. Вот так вот зафиксировали вот это вот положение. И вот эта сначала сантиметровая ленточка работает. Мы видим здесь 44. Это мерка DTS. Длина до талии по спинке. Затем от конечной точки плеча мы меряем мерочку до точки пересечения линии талии с позвоночником. 46. Это мерка высота плеча, косая называется. Теперь поворачиваемся лицом. Вот так вот меряем, да? По-прежнему следим за нашим плечиком, придерживаем. От высшей точки плеча до центра груди меряем мерочку. Как она называется? ВГ. Высота груди, правильно, 31. Пропускаем дальше. До линии талии, да? Что мы здесь видим? 50. 50. 50 это DTS. Длина до талии по переду. Теперь, вот это вот у нас 31 мерочка, да? Конечная точка плеча. И мы меряем высоту плеча, касаясь переда. Переда с буквой P. Там было 31, а тут у меня 28. Все хорошо? Это какая будет? ВПКП. В. ПКП. Вот здесь вот дальше она пишется, тире, тире, да, тире 28. Все, все. Мерки наши сняты. Выключайте. Нет-редактор. Нет-редактор. Нет-редактора. �도. Продолжение следует...